Иск группе компаний «Восток Цемент» будут рассматривать по месту нахождения ответчика. Ходатайство Генеральной прокуратуры России об изменении территориальной подсудности по гражданскому иску в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и шести юридических лиц отклонил Верховный суд. Если в течение 15 суток прокуратура не оспорит решение, процесс о взыскании 3 миллиардов 200 миллионов рублей с фигурантов дела будет проходить в Советском районном суде Владивостока или в местах присутствия заводов, а это кроме Приморья и еще еврейская автономия и Якутия. Впервые за годы рассмотрения дела суд встал на сторону защиты экс-мэра Приморской столицы. Считаю данное определение совершенно обоснованным, так как прокурорам не приведено ни одного доказательства свидетельствующего о необъективности судей Советского районного суда Владивостока, равно как и судей всего Приморского края. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Грин хотел добиться того, чтобы гражданское дело в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева рассматривали не в Приморье, а в Москве. По его мнению, приморские судьи не смогут объективно работать, так как экс-глава Владивостока до сих пор имеет серьезное влияние в регионе, в частности на судейское сообщество. У нас верховенство закона, а потом уже можно ссылаться на что-то иное. Не существует практики отвода судей всего региона. Суды всегда указывают – обращайте внимание на конкретные обстоятельства, которые говорят о предвзятости судей. Что хочет сделать прокуратура – свои полномочия аккуратненько по процессуальной аналогии ввести в гражданский процесс. В качестве обоснований приводился и тот факт, что Игорь Пушкарев активно выступает в СМИ, ведет страницы в социальных сетях и имеет сайт в свою поддержку. Однако прокуратура не смогла предоставить Верховному суду доказательства этого влияния. Меня, как представителя юридического сообщества, безусловно радует тот факт, что Верховный суд объективно оценил все представленные в дело доказательства и наши пояснения относительно сути вопроса. Более того, мне представляется странная позиция прокуратуры о том, что объективно рассмотреть данное дело может только Тверской суд Москвы. На мой взгляд, это ставит под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества, за исключением судей Тверского суда. К счастью, Верховный суд не разделил данные позиции прокуратуры. После четырех часов заседания Верховный суд так и не нашел весомых оснований для изменения территориальной подсудности. Как оказалось, изменить место, где будет рассматриваться гражданское дело, можно только в случае конкретных нарушений со стороны суда. Более того, в России еще не было случая, когда недоверие выражалось судьям сразу целого региона, сообщили Федералпресс в пресс-службе Верховного суда. Уголовное дело в отношении Игоря Пушкарева ранее перевели в Тверской суд Москвы по ходатайству генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Напомним, 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы огласил приговоры Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву и предпринимателю Андрею Лушникову. Экс-мэр Владивостока осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший глава МУПФ «Дороги Владивостока» на 10 лет колонии строгого режима. Бывший генеральный директор «Восток Цемента» на 8 лет условно. Всем троим назначены штрафы по 500 миллионов рублей. Это самый суровый приговор в подобной категории дел за последние годы. И вот теперь гражданский иск в рамках дела Игоря Пушкарева по решению Верховного суда должен будет рассматриваться по месту нахождения ответчика. И есть вероятность, что это будет Советский районный суд Владивостока. Дмитрий Беломестов, Светлана Садовая. Новости на 8.